Детское радио представляет Тайны земных глубин В поисках таинственного кристалла 14 серия Обитаемый остров Краткое содержание предыдущих серий Сложно разобраться, кто друг, а кто враг Когда ты вдалеке от дома И посоветоваться не с кем Папа за сотни километров Связей с внешним миром нет Не залезешь в чат, не задашь вопрос Караул да и только Как раз в такой караул попали Лера и Тема Дети ученого-геолога Тимофея Тарелкина Работая для «Газпрома» Тарелкин открыл новое месторождение газа Но его соперник, ученый Эдуард Веревкин Захотел украсть это открытие Лера с Темой помешали Веревкину Осуществить задуманное Чтобы дети ничего не рассказали папе Веревкин при помощи магнитного резонатора Вызвал на озере огромную волну И забросил их в подземные миры Лере с Темой сразу бы выбраться на поверхность Но сделать это можно только при помощи Огнедышащего дракона В подземном озере они спасли дракона Трехголового Гришу Но Гриша не может выдыхать пламя И дети пообещали ему помочь В обмен на его услугу Вывести их на землю В подземном мире давно нет короля Стать владычицей мечтает Хозяйка драгоценных металлов Госпожа Злата Эдуард Веревкин Также мечтает обрести право на трон Сотканные из меловой крошки Снежные барсы Привидения, духи Известниковые солдаты Гроги Тему и Леру постоянно преследуют опасности Под землей герои передвигаются на драконах Один из них Старый одноголовый Занзибар Дракон госпожи Златы Сила волшебного камня Танзанита Забросила его в Африку Только стараниями друзей Ему удалось вернуться обратно Другой болтливый трехголовый дракон Гриша Он помогает тем, кому ему выгодно помогать Из-за постоянного вранья Дракон был отправлен в мир призраков Но потом вернулся И теперь он на стороне злодеев Златы и Веревкина Сейчас Лера и Тема находятся в Якутии Хитрые подземные духи Якутии Итчи Отобрали у Леры королевские камни Гранаты Тема с Лерой несли их папе Камни могут подтвердить догадку детей О том, что их отец Тимофей Тарелкин Это давно пропавший король подземелий Потеряв Тему И лишившись гранатов Лера на Занзибаре летит в сторону Камчатки Она не знает, что никто там ее не ждет Коварная Злата обманула Тарелкина Сказав, что дети к нему не выйдут Их папа ушел Встретятся ли они когда-нибудь Лера не знает также, что Веревкин Направил на Тему свое грозное оружие Магнитный резонатор И ее брат исчез Тайна земных Глубин Огромный темно-красный дракон Занзибар Летел под низкими сводами подземелий Его крылья цеплялись за стены и потолок Оставляя на влажном камне длинные рощерки На шее Занзибара, дрожа от холода Сидела худенькая девочка Это была Лера Ничего, потерпи немного Сейчас долетим до Камчатки Там у меня знакомые живут Они тебя приоденут Теплым накормят Побыстрее бы нам до папы добраться А ты уверена, что он на Камчатке? Да, мы так с ним договаривались У меня знаешь какой папа? Он все может Настоящий король Ну, король так король Держись Выставив вперед лапы Занзибар приземлился на берегу Бескрайнего подземного озера По поверхности пошла рябь С невидимого потолка капала Капли звонко падали в озеро Оставляя круги Лера зачерпнула немного воды Сделала глоток Тьфу, соленая какая! Как в озере может быть такая соленая вода? Над нами Охотское море Озеро и его воды связаны Облетать его долго Если срезать и пролететь над водой То через час будем на Камчатке Лететь над водой опасно Если мои крылья намокнут То я могу и упасть Но если рискнуть... Но нам нужно торопиться Если мы найдем папу Мы и Тему найдем Где он? Вдруг он попал в беду? Этот мальчишка? Да все вокруг скорее в беду попадут, чем он Ладно, полетели Только держись крепче Дракон резко оттолкнулся И полетел над озером Поначалу ему легко удавалось Уворачиваться от капель Сверху полило сильнее Капли барабанили по широким Перепончатым крыльям Занзибара Взмахи крыльев стали тяжелее Но вот крылья Занзибара паникли Он еще раз взмахнул ими И рухнул в воду Занзи! Держи! Занзибар стремительно погружался В воде он вытянулся Несколько мощных грибков лапами И он выровнялся Посмотрел за спину Леры на шее не было Занзибар закружился Нырнул глубже В обступившей темноте Только водные пузыри Отзывались на его движение Дракон рванул вверх Лера! Лера! Поверхность озера была пуста Госпожа Злата медленно шла По сумрачному подземному коридору За ней плелся Эдуард Веревкин Оба были заметно потрепаны Одежда на них была грязная и рваная Обувь взбита о камни Руки в свежих царапинах Завершал невеселую процессию Трехголовый дракон Гриша Чую Вот Сейчас Ты нас уже час водишь Побыстрее нельзя Эй! Хозяин! Отдыхать-то мы будем? По трудовому договору положено Ты отдыхал, когда этих гадких детей возил туда-сюда А теперь работай Теперь бы я их еще повозил Где-то теперь Темыч Хватит болтать! Все, пришли! Они оказались в невысокой пещере Стены которой были разрисованы узорами В стороне лежала кучка блестящих камней Злата подошла к ней Толкнула кончиком ботинка Девчонка была здесь Это те самые алмазы Которые ей дали вместо гранатов Алмазы? Ничего себе! И она так просто это бросила! Это же клад! Клад, 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 клад! Камешки! Это мы очень любим и уважаем Дайте их нам, любезнейшая! Ну-ка, тихо все! Злата вскинула руку, прислушиваясь Они здесь! Да ладно! Темыч с Лерой Где? Эй, народ! Ребята, мы тут! Да замолчи ты! Этих мерзких детишек уже давно нет Это Итчи, духи Якутии Злата подняла алмаз и кинула в стену Гриша метнулся к запрыгавшему по полу Драгоценному камню Тор схватил его зубами От стены отделился стеклянный шарик Упал, подскочил и звонко щелкнул Тора по носу От неожиданности Тор выронил алмаз Ой-ой-ой-ой, он мне больно сделал Это кто тут моего братана обижает? Гор потянулся к упавшему алмазу Со стены соскочило еще два шарика Каждый ударил дракона Эй, вы чего дерете? Это что еще за новенькие в моем подземном царстве? Это Итчи Не дергайтесь и сохраняйте спокойствие Я поговорю с ними Эй, местные, проявитесь! Стены словно ожили На госпожу Злату, Гришу и Эдуарда Веревкина Со всех сторон посыпались шарики На полу они вскакивали на ножки Разворачивали маленькие ручки С растопыренными пальчиками А вот и вы Шарики со всех сторон облепили Гришу Он шипел и уворачивался Веревкин сбрасывал с себя шарики Прячась за спиной Златы Злата улыбнулась и хлопнула в ладоши Ну хватит Я к вам пришла по делу Шарики тут же бросили свое занятие И уставились на Злату К вам приходила девчонка И вы ей всучили свои никчемные камешки В обмен на гранаты Где они? Я готова их у вас купить Шарики, открыв рты Мгновение смотрели на Злату А потом повалились на спины Захохотали Госпожа Злата спокойно смотрела на них Ничего не предпринимая Они нам не отдадут Надо отнимать Я предложу то Отчего они не смогут отказаться Злата подняла с пола алмаз Положила его на ладонь Прихлопнула Гриша зажмурился Злата раскрыла ладони На них лежали маленькие бусинки Итчи выдохнули от удивления Самый красивый и дорогой камень Не имеет цены Пока его не обработаешь Я придаю драгоценностям смысл Хотите и остальные алмазы превращу во что-нибудь изящное Хотим Хотим Злата склонилась к горке алмазов Провела над ней рукой Теперь это была гора Сережек, подвесок и диадем Итчи дружно захлопали в ладошки И кинулись вперед к блестящим украшениям Злата вскинула руку Словно поставила невидимую стену Итчи ударились о нее И повалились на пол Дай нам, дай Мы хотим, мы хотим Все это вы получите Если отдадите гранаты Для чего они вам? Без огранки Они лишь никому не нужные камешки Итчи зашептались, толкая друг друга Госпожа Злата протянула руку Дайте мне сделать из них украшение И гранаты перестанут быть бессмыслицей Итчи переглянулись Один самый темный кивнул Итчи будут меняться Нам это нравится Несколько духов вынесли к ногам Златы горсть темно-бордовых камней Злата провела над ними рукой Гранаты взлетели Выстроились в определенном порядке И тут же были подхвачены золотой оплеткой Превратившей камни в массивное колье Итчи восторженно вздохнули Злата подставила ладонь Колье упало ей в руку Так-то лучше Злата сняла с себя золотые бусы Бросила их на пол И повесила вместо них колье Итчи кинулись разбирать украшения Итчи нравятся бусы Бусы, бусы, бусики Что ты сделала? Отдай гранаты! Это мои! Да его это точно он! Ребят, пока они тут выясняют Кто я бусики прихвачу Ага, мне в пасть положим Тор, незаметно для Итчи Сгреб в лапу золотые бусы И засунул их в пасть гора Я вернула гранаты Или надо было обязательно драться с духами? Но это теперь не камни Зачем ты сделала из них колье? Да и нам как-то не очень Камешки-то они лучше будут Не буду же я носить это безобразие Я их лучше вставлю в свою корону А тебе и не надо их носить Вправить в корону Но разве только в мою? Королевские гранаты Может носить только истинный король И он здесь один Это мы еще посмотрим А пока надо убираться отсюда Эти шароголовые скоро сообразят, что к чему Куда ты собираешься лететь дальше? Гранаты у тебя Где ты примешь королевскую власть? Госпожа Злата подошла к Грише Подняла руку Лор, гор, тор Зажмурились, отклоняясь Ой! Ой! Неужели так сложно догадаться Что мы летим на Камчатку? О, к Лере с Темычем Я не собираюсь встречаться с Тарелкиным Да и гранаты все теперь у нас Этого достаточно, чтобы править подземельем Ты невероятно глуп, Веревкин У короля, кроме гранатов Должен быть настоящий дракон Наводящий на всех ужас Умеющий проходить сквозь землю Огнедышащий Поэтому мы летим на Камчатку Во-во, тогда точно на Камчатку Проглочу камушек Злата уселась на дракона Веревкин злобно посмотрел на нее Сунул руку в карман И, вытащив магнитный резонатор Погладил его пальцем Пускай она только на секунду Расстанется со своим ожерельем Мне этого времени будет достаточно Веревкин, ты останешься тут Или полетишь со мной Шевелись, король Веревкин убрал магнитный резонатор Обратно в карман И залез на дракона Гриша вздохнул Коротко разбежался Оттолкнулся И полетел к выходу из пещеры Размаха его небольших крыльев Как раз хватало, чтобы он Не задевал стены лабиринтов Вслед им смотрели Довольные Итчи Посреди огромного подземного озера Стоял остров С небольшой горой по центру С вдающейся в берег бухтой И маленьким гротом у подножия горы На берегу лежала Лера Кхе-кхе-кхе-кхе Что это? Кхе-кхе-кхе Что это было? Он схватил и потащил Такой страшный С огромными глазами И черным ртом Лера подползла к воде Глаза ее расширились от ужаса О-о-о-ой! Вода перед Лерой забурлила И на поверхности озера Показалась черная голова С огромными круглыми глазами Существо в облегающем черном костюме Высоко поднимая ноги Оканчивающиеся длинными черными Перепончатыми лапами Вышло из воды Ты чего орешь? Стой! Не подходи ко мне! Помогите! Да я и стою Мне ласты идти мешают Сейчас сниму Сбросив баллон И стянув маску с лица Существо Повернулось к Лере Тема? Темка! Нашелся! Где же ты был? Утопишь! Вечно ты на ровном месте падаешь Вечно ты меня куда-то толкаешь Да куда я тебя толкнула? Сам везде лезешь Ой, с тобой, Лерка, спорить неинтересно Это почему? А чего со старшими спорить? Легче все самому сделать Тема снял с себя ласты И оттащил баллон Подальше от воды Откуда он у тебя? У нас в лодке Когда мы в водоворот угодили И в подземелье рухнули Точно такой же был Но наконец-то дошло! Это все оттуда Мы его на берегу подземного озера оставили Еще там, в Карелии Это было давным-давным-давно И так далеко отсюда И? Ты хочешь сказать, что побывал в Карелии и вернулся? Именно так Как ты там оказался? А ты видела? У Веревкина появился новый резонатор Который он в свой ботинок запрятал Со мной он обошелся без ботинка Вытащил из кармана И нажал кнопку Только теперь приборчик создает немного другие волны Веревкин хотел уничтожить меня Включил свой резонатор И забросил в Карелию Ну, в ту пещеру, где было подземное озеро Помнишь? Там еще по стенам были картины сражений Наш акваланг все так же лежал А рядом гидрокостюм, маска и ласты А как ты сумел так быстро сюда добраться? Помнишь, Гриша в самом начале наших приключений говорил Все подземные озера и реки связаны друг с другом Когда я оказался в Карелии Я вспомнил его слова Но потом взял оборудование Помнишь, мы его бросили? Да Ну вот И я по подземным рекам приплыл сюда Мне малыши газонаты дорогу подсказывали Они все ходы знают По короткому пути шел Мы-то с Гришей петляли Газонаты мне помогали скорость увеличить Поталкивали Я мчался под водой, как ракета Но почему ты оказался именно здесь? Это озеро как раз на пути к Камчатке Мимо не пролетишь Кстати, пока тебя ждал, географию подтянул Ну и глупые мы были Мы думали, что Карелия и Камчатка рядом Потому что они на одну букву начинаются А это в разных концах нашей страны Темка, родной Как же хорошо, что мы снова встретились Теперь мы точно найдем папу Тема чуть отстранился Вздохнул Посмотрел в сторону Извини, Лер Но мы не сможем найти папу Когда я был во владениях зеркального демона Злата заставила меня все рассказать Она отняла у меня коня И поехала к нашему папе Я видел через линзу, как она сказала папе, что мы не выйдем наверх И он ушел Он уже не ждет нас у Кличевской сопки Нас больше никто нигде не ждет Неправда Папа ждет нас Обязательно ждет Правда, Лер И Гриша, он больше не друг нам Он теперь друг Веревкиной и Златы Он их возит Тем, камней, ну, гранатов у нас нет Их у меня украли У меня тоже больше нет гранатов Тем, что же нам теперь делать? Дракон Гриша летел длинными узкими подземными коридорами Приближаясь к самому жаркому месту Камчатки Зоне действующих вулканов Было душно По стенам пещер плыли красноватые отсветы Земля подрагивала С потолка осыпались камешки Шкура Гриши приобрела бордовые оттенки На трех его мордах Была написана отчаянная решимость Госпожа Злата Сидела на его шее И холодным, немигающим взглядом Смотрела вперед Подкатился по лицу веревки Наградом Гриша резко спикировал И, выставив все четыре когтистые лапы Заскользил по горячей земле Приехали Поезд дальше не идет Просьба освободить мою шею Гриша остановился на краю пропасти Из глубины доносились бульканье и уханье Поднимался едкий удушающий дым На полу были рассыпаны разноцветные раскаленные камни Госпожа Злата слезла с дракона Подошла к самому краю Пнула носком башмака Несколько камешков Поморщилась Веревкин, отдуваясь, сполз шеи дракона И, засунув руки в карманы Привалился к его боку Ну что встали, мальчики? Задело? Веревкин несет мне огненный камень Гриша глотает И мы быстренько двигаем отсюда Ага, мне вон тот огненный опал подойдет Еще моя бабушка говорила, что опал помогает обрести свой путь Обойдемся без твоих воспоминаний Эдик, что застыл? Я тут постою Оттуда ты не достанешь камень Отсюда я не сгорю, доставая камень Ты думаешь, я не знаю, зачем Гриша тащил сюда детей? Просто так взять огненный камень нельзя Он сжигает изнутри каждого, кто к нему прикоснется И что? Что тебя останавливает? А почему бы тебе самой его не взять? Королеве не пристало погибать в финале истории Доставай камень быстро А не то я попрошу своего дракона съесть тебя Веревкин вытащил руку из кармана На ладони у него лежал резонатор Этот никчемный дракон ни на что не способен А вот я могу тебя уничтожить Веревкин направил на Злату свой прибор Чик! И от тебя даже воспоминания не останется Злата подошла к Веревкину Рукой она касалась гранатового ожерелья Не забывай, что у меня королевские камни Чик! И ты превращаешься в никчемного неудачника И остаешься здесь навсегда Я сказала, быстро взял камень Ай-ня! Веревкин зажмурился и нажал на кнопку Земля дрогнула Злату толкнуло на Веревкина Эдуард вцепился в ожерелье И дернул его на себя Злата упала Веревкин побежал к Грише Ходу-ходу отсюда! Лети, трехголовая ты, чучела! Гриша с сомнением посмотрел по сторонам Жаркая Марьева перед ним заколыхалась Ребята, мне все это не нравится Самое время дать деру Сваливаем! Не дожидаясь, когда Веревкину сядется Дракон развернулся Расправил крылья И оттолкнувшись от пола Полетел прочь Из густого Марьева Вывалился Занзибар Он чихал и кашлял Шкура его еще больше стала красной И слегка дымила Госпожа Злата с удивлением смотрела на него Лера? Лера, это ты? Нет, ты... Ты не Лера Тайны земных глубин В поисках таинственного кристалла Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова